Добрый вечер, уважаемые трейдеры, клиенты компании Амаркетс. Давайте проверим качество связи. Если вы меня хорошо видите и слышите, тогда поставьте, пожалуйста, в чат плюсик, для того, чтобы мы могли уже начать наше сегодняшнее мероприятие. Всех рад приветствовать с позитивным настроением, как и у себя, так и на рынке криптовалют. Я думаю, многие это отметили. Как раз сегодня поговорим именно об этом, вследствие чего это произошло. Ну и, соответственно, по традиции отметим тенденции на ближайшую торговую неделю. Поговорим о том, что нас ожидает и, соответственно, будем выделять основные торговые уровни, на которые стоит обратить внимание, потому что все больше и больше людей, склонны к техническому анализу, да, сейчас начинают торговлю на рынке криптовалют, потому что, несмотря на высказывания о том, что данный рынок не является столь техничным, это можно опровергнуть, и мы сегодня попытаемся это с вами доказать. Итак, если качество связи и звука на ваших экранах, на ваших мониторах хорошее, тогда прошу поставить в чат плюс для того, чтобы мы могли начать наше мероприятие. Традиционно мы собираемся в 19.00 по московскому времени на онлайн-мероприятие, посвященном рынку криптовалют, да, под названием «Что такое криптовалюты и как на них заработать?». Организатором данного мероприятия выступает брокерская компания AmMarkets. Итак, уважаемые участники вебинара, еще раз попрошу вас плюсик поставить в общий чат, если хорошее качество звука и связи есть. Отлично. Итак, давайте тогда начинать. По традиции начинаем мы с теоретической части, да, для того, чтобы вновь закрепить то, что такое криптовалюты. Поговорим сейчас о том, как они вообще появились, за счет чего, каким образом мы можем с вами на них зарабатывать. Но пока только в теории, да. Позже уже перейдем с вами на графики, посмотрим, что произошло у нас с криптовалютами за минувшую торговую неделю. Так, криптовалюта – это актив, который является полностью виртуальным или цифровым, да, к которому нельзя прикоснуться, либо положить в кошелек, да. То есть, это валюта, которая находится в сети интернет, и, собственно, именно там она и существует, именно там мы можем проводить с ней определенного рода действия. Биткоин – это самая первая криптовалюта, да, которая появилась еще в 2008 году, создателем которой, по мнению многих, является Сатоши Накамото. Соответственно, главное преимущество – принцип анонимности при расчетах, то есть все транзакции, они анонимные, что делает криптовалюту такой популярной, в отличие от, опять же, привычных нам с вами банковских операций, да, которых, в принципе, да, степень прозрачности, она крайне низкая, да, точнее, наоборот, крайне высокая в системе блокчейна, это отследить практически невозможно. Вот, конечно, есть и некоторые нюансы, да, которые с этим связывают, но, тем не менее, для многих это действительно очень большой шаг вперед и очень большую популярность криптовалюту набирает именно из-за этого. Новые биткоины появляются в качестве вознаграждения за обработку транзакций, то есть есть так называемые майнеры, да, которые с помощью своих технических установок обрабатывают различные транзакции в сети блокчейна, в других различных сетях, вот, и благодаря этому получают вознаграждение в качестве биткоина. Количество биткоинов заранее известно и ограничено, ну, так как он появляется как раз в виде вознаграждения, да, то есть, естественно, его количество заранее известно. Где можно хранить криптовалюту, это специальные кошельки в интернете, примеры некоторых вы сейчас видите у себя на слайдах на жестком диске компьютера, а также на мобильном устройстве, что также добавляет плюсов, да, на мой взгляд, к криптовалюте, в отличие, опять же, от привычных нам с вами эндкинижных средств. Почему биткоины или другие альткоины будут расти и дальше? Технология, во-первых, к блокчейну, на которой многие криптовалюты основаны, она способствует, во-первых, технологии действительно очень прогрессивная, инновационная, поэтому набирает популярность с каждым днем. На данный момент уже крупные инвесторы, инвестициональные инвесторы имеют возможность, да, работать с данным рынком, инвестировать в криптовалюту, что, опять же, добавляет ей определенную популярность, да, так как мы понимаем, если уже крупные инвесторы, да, там, например, вот недавно мы обсуждали новость о том, что фонд Джорджа Сороса, известного как инвестор, который обвалил британский фонд еще в 90-х годах, если даже он заинтересовался криптовалютой, то нам с вами уже давно пора, да, как бы заниматься этим рынком. Вот, соответственно, психология как раз, психология инвесторов этому также способствует, способствует поддержанию курса, как минимум, криптовалюты, а, возможно, в дальнейшем и серьезного и глобального роста, потому что все больше и больше инвесторов и трейдеров, да, сейчас начинают осваивать для себя данный рынок. Это, естественно, провоцирует спрос на базовый актив, на биткоин, вот, ну и в дальнейшем уже и на другие криптовалюты, вот, за счет этого как раз их курс удерживается на стабильных уровнях. Вот, плюс ко всему многие страны, естественно, задумываются над тем, чтобы официально сделать биткоин, либо другие альткоины, да, уже средством платежа, а также средством для торговли, то есть инструментом для торговли, скажем так. Вот, поэтому вот эти основные факторы, они как раз и поддерживают рынок и не дают ему ослабнуть, и, как бы, высказывания на тему того, что это пузырь, либо, там, пирамида, они, мне кажется, не совсем обоснованы. И на данном слайде вы видите информацию на тему того, как можно заработать на рынке криптовалют. Наверное, основной способ это купить дешевле, да, продать дороже, то есть так называемая спекуляция. Работать можно с криптовалютой, используя различные инструменты, то есть инструментом в данном случае может выступить пиржа, да, криптовалют, может выступать также различные брокеры, да, которые не так давно для своих клиентов открыли возможность как раз работы на данном рынке, вот. Но что касаемо надежности, да, вот как такой площадки, да, на которой вы можете работать, то в данном случае, конечно, у брокеров есть ряд неоспоримых, на мой взгляд, преимуществ, так как все-таки криптовалютные биржи существуют не так давно, и многие из них утратили доверие инвесторов к себе, где-то замораживают чита, некоторые биржи просто закрылись, да, и, собственно, некоторые инвесторы до сих пор не получили своих денег, ну, и там длительный процесс верификации и так далее, то есть нюансы, конечно, можно предусмотреть много, но, тем не менее, некоторые все-таки работают именно с биржами, но с брокерами работать, на мой взгляд, гораздо проще, так как, во-первых, у вас есть возможность работы и торговли, да, не только на покупку, но и на продажу, что дает вам, естественно, преимущество, да, особенно в условиях текущего рынка, вот, ну, и плюс надежность самой брокерской компании, да, тем более, если она подтверждена различными аудиторами, как в случае с компанией OnMarkets, то это вам действительно дает огромное преимущество, и переживать на тему сохранности вашего капитала здесь точно не придется. Итак, на данный момент, я думаю, то, что теоретическую часть можно уже завершать. Если на данный момент у вас есть какие-либо вопросы, что касаемо того материала, который я сейчас озвучил, либо в целом вопросы, касающиеся рынка криптовалют, то прошу их задавать в общем чате, буквально несколько минут мы их разберем, и если вопросов нет, тогда я сейчас настрою демонстрацию экрана, и мы с вами начнем уже технический обзор рынка криптовалют. Пока есть время, у вас есть возможность задать любые интересующие вас вопросы на тему криптовалют. Так, я сейчас подготовил демонстрацию экрана, попрошу вас в общем чате поставить плюс, либо цифру 1, если демонстрация вам видна, если вы сейчас видите тот график, который у меня отображен на мониторе. Отлично, вопросов пока, вижу, не появилось. Тогда давайте приступать. Начнем мы по традиции с самой популярной криптовалюты, это биткоин. Но прежде всего давайте поговорим о том, какие новости у нас были за минувшую торговую неделю. На самом деле их было не так много. Мы узнали с вами о том, что крупнейший инвестиционный банк Citigroup сейчас на данный момент занимается поиском специалистов в области криптовалют, точнее по оценке рисков, оцените все риски, которые связаны с данным рынком. Возможно, в дальнейшем крупнейший инвестиционный банк Citigroup планирует как раз заниматься инвестированием в данную сферу, что для нас является также огромным преимуществом, потому что чем больше ликвидности на рынке, я думаю, такой крупный банк, естественно, придет далеко не с одним миллионом долларов на данный рынок. Для нас это является особым преимуществом. Даже несмотря на то, что Citigroup запретил своим клиентам использовать кредитные карты для покупки криптовалюты, они все равно проявляют, так или иначе, интерес к данному рынку. Но это уже, скажем так, не такая будоражащая новость, потому что многие инвестиционные банки, Goldman Sachs и Банков Америка ранее заявляли о том, что интересуются рынком криптовалют, и, возможно, многие из них уже полноценно с данным рынком работают. На 100% уверены мы быть в этом не можем, но так или иначе, у любого из нас есть интерес к деньгам. Я думаю, что руководители данных инвестиционных банков, они в любом случае не раз обсуждали тему криптовалюты, и, возможно, сейчас они, пусть небольшим капиталом, но, возможно, уже работают на данном рынке, что, естественно, нам с вами только добавляет преимуществ. Также бразильская инвестиционная компания, она планирует, вот буквально недавно новость тоже появилась, планирует запустить собственную биржу, ее основной капитал на данный момент около 35 миллиардов долларов, и, соответственно, она как раз планирует запустить свою собственную криптоплощадку. То есть один из, скажем так, один из инструментов торговли как раз вы можете получить как раз на бразильской площадке, то есть она ранее специализировалась именно на изучении рынка криптовалют, но уже на данный момент планирует запустить собственную даже криптоплощадку, поэтому тоже для нас интересная новость, и в целом является эта новость больше положительной, наверное, чем отрицательной для рынка криптовалют. Для нас сейчас с вами важно отслеживать все позитивные новости, тем более мы видим то, что биткоин за последнее время продемонстрировал достаточно существенный рост, и мы с вами в прошлый раз остановились на том, когда биткоин буквально за один день подорожал на тысячу долларов. Это как раз было на заявлениях о том, что как раз фонд Джорджа Сороса заинтересовался криптовалютой. И после этого мы видим с вами то, что каких-то существенных изменений больше не происходило, соответственно, обновили недельный максимум прошлой недели. Мы видим то, что на этой неделе как раз осуществили полноценный ретест трендовой линии, которую мы уже ранее отмечали с вами на графике биткоина. И сейчас мы стремимся полноценно ударить в уровень 8,5 тысяч долларов за одну единицу самой популярной криптовалюты. На данный момент эта область как раз будет являться достаточно существенным сопротивлением для биткоина, поэтому основная реакция, основная борьба между быками и медведями должна завязаться именно на данном уровне. Что касаемо ситуации, которую мы обсуждали еще на прошлой неделе, то мы говорили о том, что должен состояться полноценный ретест трендовой линии, для того чтобы уже определять какие-то дальнейшие тенденции. Вот сейчас мы как раз в очередной раз можем по ней ударить, и уровень 8,5 тысяч долларов может быть с успехом протестирован. Что касаемо каких-то дальнейших рекомендаций и прогнозов, то они будут целиком и полностью зависеть от того, как себя цена поведет на данном уровне, потому что многие уже начали говорить о скором росте биткоина и других альткоинов, потому что биткоин является своеобразным локомотивом для данного рынка, и если он растет, то и растет практически все остальные альткоины. Мы сегодня об этом также будем говорить. Так вот, что касаемо биткоина, если, допустим, мы с вами будем удерживать длинную позицию, если вы сейчас находитесь в длинной позиции, то на данный момент цель ваша должна быть как минимум 8,5 тысяч долларов, а дальше следующая цель – это уже будет 9,5 тысяч долларов, то есть это следующий уровень сопротивления. Если мы пройдем отметку 8,5, то до 9,5 тысяч, я думаю, мы можем вырасти очень-очень быстро. Тем более движение в тысячу долларов для биткоина не является существенным препятствием, и с учетом того, что сейчас рынок набирает волатильность, я думаю, что как раз если мы пробьем уровень 8,5 тысяч, до 9,5 тысяч, мы однозначно должны будем вырасти. Даже несмотря на то, что многие, кстати говоря, крупные хедж-фонды отметили, именно специализирующиеся на торговле криптовалютой, отметили очень серьезные убытки за первый квартал текущего года, но, естественно, это связано с падением цены биткоина, все-таки позитив на рынке небольшой есть, и на этом позитиве мы как раз и можем продолжить дальнейший рост. Но обязательно нужно отслеживать то, как цена будет реагировать на уровень 8,5 тысяч, потому что пока, конечно, то падение, которое мы увидели с декабря минувшего года по настоящий момент, оно, конечно, выглядит очень впечатляющим, и пока очень слабо верится на самом деле в то, что биткоин может очень скоро восстановиться и достигнуть хотя бы половины, то есть отыграть хотя бы половину такого движения, то есть вырасти хотя бы там до 15 тысяч долларов. Поэтому на данный момент все-таки мы должны с вами быть готовы абсолютно к любому сценарию. Поэтому если вы будете занимать именно сторону покупателей, и на данный момент вы не находитесь в позиции, тогда я рекомендую покупать в случае пробоя уровня 8,5 тысяч долларов закрепление обязательно дневной свечой выше данного уровня. И, соответственно, на ретесте нужно будет постараться найти максимально выгодную цену. Желательно прям по 8,5 и купить, если будет полноценный ретест, как, например, в случае с уровнем 6,5. Мы видим то, что нам рынок неоднократно давал очень выгодную цену. Мы обсуждали с вами покупки как раз от уровня 6,5 тысяч, которые с успехом себя реализовали, в принципе. Поэтому я думаю, что с уровнем 8,5 должна примерно такая же ситуация произойти. То есть мы должны получить сначала полноценный пробой этого уровня, затем закрепление выше, и тогда уже следующей целью будет 9,5 тысяч долларов. Ну и следом за ним уже 10,5. То есть можно будет, допустим, часть позиции в покупку закрыть на уровне 9,5, часть позиции оставить до уровня 10,5 тысяч долларов за одну единицу биткоина. Что касаемо рекомендаций на продажу, то на данный момент пока продавать с текущих бессмысленно, тем более до уровня 8,5 нам осталось не так много. И опять же все будет зависеть от того, какую реакцию мы продемонстрируем на этом уровне, потому что трендовая линия, которую мы строили ранее, она еще не пробита. То есть пока биткоин торгуется ниже трендовой линии, все указывает с точки зрения именно старших графиков на то, чтобы продавать. Но так как мы все-таки стараемся рассмотреть все тенденции, графика, то есть заходим даже на более мелкие периоды, мы видим, что пока продавать абсолютно бессмысленно, цена растет, на таком рынке открывать продажу с текущих цен абсолютно невыгодно. Поэтому опять же следим за реакцией на уровень 8,5 тысяч долларов за одну единицу. В том случае, если у нас будет ситуация с поглощением, допустим, как это было, например, в этом случае, либо, например, в этом случае, когда мы в феврале и в начале марта пытались возобновить восходящий тренд, но, к сожалению, этого сделать не удалось, и, соответственно, цена биткоина повалилась дальше вниз. Для того, чтобы продать, нам нужно увидеть поглощение той свечи, которая будет, скажем так, ударять в уровень 8,5 тысяч долларов. Только тогда мы можем с вами думать о продаже. Подобная ситуация была здесь. Здесь, конечно, продавать было бессмысленно, потому что мы находились в диапазоне между уровнями, и до уровня сопротивления у нас еще оставались некоторые запасы пунктов, поэтому здесь, естественно, в продажу входить было бессмысленно. Хотя мы видим то, что поглощение было, оно было не совсем полноценным, то есть примерно плюс-минус на одних и тех же уровнях цена закрывалась, но в следующий день все равно был медвежий. Но, опять же, это не показатель, то есть нам нужно получить прям полноценное поглощение. Мы видим то, что как раз, когда цена стартовала от уровня 16,5 тысяч долларов, сначала было достаточно сильное поглощение, то есть мы увидели силу продавцов. После этого можно было свободно входить в рынок и удерживать короткую позицию достаточно долго. Так же, как и в случае с мартовским, с мартовским уровнем 11,5 тысяч, ну и февральский максимум, который также был на уровне 11,5 тысяч долларов, нужно сначала получить поглощение для того, чтобы понять, насколько продавцы сейчас сильны и стоит ли нам с вами, да, к продавцам присоединиться. Поэтому смотрим за реакцией на уровень 8,5. В случае пробоя и закрепления покупаем. Покупать можно уже более-менее нормальным объемом, потому что тенденция сейчас на рынке выравнивается, то есть можно работать средним объемом и, соответственно, покупать до уровня 9,5 тысяч. В том случае, если биткоину не удастся пробить заказа выше уровня 8,5, тогда открываем короткую позицию. Цель 6,5 тысяч долларов. Здесь все достаточно просто. Каких-то промежуточных уровней выделить пока сложно. Можно отметить, например, 7,300. Как уровень, да, вот как раз мы видим то, что реакция была на нем. Как раз остановка тоже, биткоин останавливался на этом уровне недавно. Поэтому можете выделить первую цель 7,300, а дальше уже до 6,5 будет падать биткоин и, в принципе, никаких других вариантов здесь уже рассматривать не стоит. Поэтому два сценария мы выделяем. На каждый сценарий можно выделить абсолютно равный объем, потому что пока то движение, которое у нас прошло по биткоину, полноценным трендом назвать сложно. Поэтому шансы пока одинаковые на то, чтобы биткоин вновь начал снижение или продолжил свой рост. Все внимание будет приковано к уровню 8,5. Ждем, следим и, соответственно, вовремя стараемся действовать в зависимости от того, какую реакцию мы все-таки увидим на данном уровне. Переходим к следующему инструменту. Следующий у нас эфир, который восстанавливается достаточно быстрыми темпами. Это мы отмечали еще в ходе прошлого вебинара, потому что эфир по сравнению с биткоином падал гораздо сильнее. Если мы посмотрим, что биткоин практически не обновил свои минимумы. Если мы берем, допустим, годовой минимум, который был у нас в феврале, биткоин его не обновил, то эфир, допустим, он наоборот уже несколько раз даже в ходе торговли в марте обновлял свои исторические минимумы и в апреле сделал прям полноценный минимум. Поэтому эфир, в отличие от биткоина, восстанавливается более быстрыми темпами. Что касаемо торговых идей по эфиру, то мы отмечали промежуточные уровни, которые с успехом себя отработали, особенно в уровень 480 долларов за одну единицу. Мы говорили о том, что в случае пробоя и ретеста данного уровня нам стоит рассматривать длинные позиции. И сейчас эта позиция с успехом реализуется. Я сам покупал эфир как раз после пробоя в уровне 480 долларов за одну единицу. Сейчас я эту длинную позицию удерживаю. И ближайшая цель для меня – это уровень 580 долларов за одну единицу. То есть до этого уровня, в принципе, еще достаточно далеко. Еще как минимум 2-3 торговых дня мы можем идти до данного уровня, поэтому я свою длинную позицию удерживаю. Здесь ситуация была очень-очень простая. Говорили мы о ней еще в ходе прошлого вебинара, поэтому всю неделю я следил за данной криптовалютой и, соответственно, успел войти в позицию. Сейчас эту позицию удерживаю на покупку до уровня 580 долларов за одну единицу. Что касаемо дальнейших рекомендаций, если вы еще не вошли в позицию по эфиру, то тогда стоит подождать как раз уровня 580 и дождаться того, как цена будет на этот уровень реагировать. На самом деле реакция может быть также абсолютно любой, потому что все будет зависеть, на мой взгляд, от того, какое поведение будет у биткоина. Эфир пока может как раз протестировать линию поддержки, которая была ранее, а сейчас она является сопротивлением. Как раз здесь же у нас находится сотая скользящая, поэтому не исключаю вероятность того, что именно от этого уровня эфир может начать снижение, если биткоин, соответственно, начнет падать от уровня 8500 долларов за одну единицу. Поэтому в данном случае, если вы не открыли еще длинную позицию, тогда я думаю, что ее можно будет открыть только тогда, когда мы увидим хотя бы какую-либо коррекцию. То есть в данном случае можно будет использовать линии коррекции Fibonacci, излюбленный инструмент для трейдеров по техническому анализу, который показывает прекрасные уровни коррекции. Если, допустим, мы возьмем текущие цены, давайте мы сейчас с вами стараемся определить момент коррекции, если мы возьмем с вами текущие цены, и, соответственно, посмотрим на импульс роста, то в данном случае хорошей возможностью для покупки станет уровень примерно 507 долларов за одну единицу эфира. Поэтому если у вас еще нет длинных позиций, тогда примерно в этой области, то есть 500-507, в этом диапазоне, я думаю, что стоит поискать покупку и, соответственно, постараться ее удерживать до уровня 580 долларов за одну единицу эфира. Что касаемо дальнейшего сценария поведения данного инструмента, то здесь также основная борьба будет складываться на уровне 580. Если мы преодолеем данный уровень, то есть если мы его пробиваем и уходим ниже, выше, прошу прощения, данного уровня, тогда на ретесте мы покупаем. И следующей целью для нас будет отметка в 740 долларов за одну единицу. Расстояние очень огромное. Очень хотелось бы нам с вами увидеть, наверное, такую реакцию рынка. Поэтому те, кто не купил и сейчас по каким-то причинам, может быть, опасаются покупок, тогда после пробоя уровня 580, я думаю, здесь уже думать не стоит. Здесь уже нужно будет действовать и оперативно стараться на ретесте этого уровня, ловить выгодную цену и держать позицию до уровня 740 долларов за одну единицу. Что касаемо сценария для продавцов, то опять же все будет зависеть от уровня 580. Если мы получаем поглощение, например, как в случае февраля, когда мы установили февральский максимум, и практически сразу после поглощения рынок начал стремительное падение. В этом случае, я думаю, что можно будет как раз рассматривать продажу эфира. Тем более, если биткоин повалится вниз от уровня 8,5 эфир, я думаю, следует его динамике и достигнув отметки 580, начнет коррекционное снижение. Поэтому по графике эфира, так как мы растем уже несколько недель, уровень 508. Если мы ударим в этот уровень, но не закрепимся выше этого уровня, и сформируем поглощение на дневном графике, то есть огромную медвежью свечку, которая полностью поглотит предыдущий день, тогда будем с вами продавать. И цель у нас будет первая – это 480. Следующая цель – это возврат к годовым минимумам на уровень 350. долларов за единицу эфира. Больше никаких рекомендаций здесь, я думаю, что выделить нельзя, потому что ситуация сейчас долгоприятна только для покупки. Мы на мелком диапазоне отметили хорошие цены для покупателей, то есть это диапазон 500, 510, 507 можно цену брать. Ну, то есть, опять же, за какими-то копейками, я думаю, гнаться мы не будем, но тем не менее диапазон 500, 510 очень выгоден для того, чтобы покупать. Поэтому, если вы еще не успели занять длинную позицию по данному инструменту, рекомендую задуматься как раз в случае коррекции до уровня 500 долларов за одну единицу. Так, переходим к следующему инструменту. Следующий на очереди у нас эфир Классик, который также очень технично отработал уровень, который на протяжении нескольких вебинаров мы отмечаем. Это уровень 12,5. На прошлом вебинаре мы говорили на тему того, что мы можем в случае будущей тенденции по общему рынку увидеть то, что эфир Классик преодолеет этот уровень. С успехом эфир Классик это сделал. То есть, мы видим, сначала был удар в уровень, затем в следующий день у нас уже открылся выше уровня, да, и мы, соответственно, продемонстрировали уверенный пробой уровень в 12,5, дали выгодную цену, соответственно, для покупки, да, сделав полноценный ретест данного уровня. После этого цена эфир Классик устремилась вверх. Следующей целью для данного инструмента у нас выступает уровень 18 долларов за одну единицу. То есть, те уровни, которые мы строили еще практически месяц назад, они до сих пор не теряют свою актуальность, да, это, опять же, камень в горох тех, кто говорит о том, что рынок криптовалют не подвержен техническому анализу. Все работает прекрасно, и уровни отрабатываются просто практически пункт в пункт, да, и дают коррекцию, то есть дают хорошую выгодную цену для того, чтобы купить. Поэтому, если вы еще не купили эфир Классик, то в данном случае это можно будет совершить только тогда, когда цена может скорректироваться до уровня примерно, давайте мы сейчас с вами на график посмотрим. Ну вот, локальная поддержка у нас находится на уровне 13 долларов 40 центов за одну единицу эфир Классик. Поэтому, если случится так, что цена начинает корректироваться, уровень 13 долларов 40 центов за одну единицу эфир Классик. Вот, поэтому, тем более, эфир Классик очень сильно зависит от эфира, да, соответственно, цена эфира начинает расти, и эфир Классик подтягивается за ним, причем может даже в моменте его опережать. Вот, ну и, соответственно, локомотив Биткоин, да, который сейчас упрямляется вверх, бьется к уровню там 8500, поэтому эфир Классик, я думаю, еще даже успеет до уровня 1830 дойти. По крайней мере, у вас будет хорошая возможность, если вам дадут выгодную цену вновь, купить и в случае роста хотя бы вывести позицию без убыток, и выжить из этого движения хотя бы какую-то прибыль, да, пусть она будет не столь высокой, но, тем не менее, я думаю, что пока Биткоин еще растет до 8500, все остальные альткоины будут также показывать ровно. Вот, и по эфир Классик мы покупаем либо по 1340, либо в случае, если будет ретест 1250. Ну, это, наверное, уже вряд ли случится, с учетом, опять же, того, как агрессивно покупатели настроены были на эфир Классик, да, мы видим то, что очень сильная мучая реакция была, поэтому сегодня мы однозначно наблюдаем продолжение данной тенденции, и, скорее всего, она продолжится как раз до уровня по 1730. Если вы думаете о том, как бы продать выгодно, да, данный инструмент, тогда это стоит делать, опять же, не раньше уровня 18. То есть мы видим то, что скользящая средняя с периодом 100 как раз находится на данном уровне, что, опять же, является очень сильным сопротивлением. И, ну, и плюс сам по себе уровень достаточно сильный, реакцию на него мы видим неоднократную, да, на истории, поэтому в случае, если будет поглощение, опять же, да, причем хотя бы даже нескольких торговых дней мы закроем, вот как на примере, опять же, в марте, да, вот если посмотреть, мы закроем с медвежьей тенденцией, тогда с вероятностью как минимум 70% можно говорить о том, то, что эфир-классив будет в очередной раз тестировать область поддержки 12.50. Раньше этого подавать однозначно не стоит, поэтому ждем тест уровня будет 18.30, и дальше уже смотрим, какая динамика будет складываться. В том случае, если рынок продолжит восходящее движение, да, и биткоин пробьет уровень 8.50, эфир преодолеет отметку 580, тогда эфир-классик может пробить уровень 18.30, и уже следующим сопротивлением для него будет уровень 29.20. Тогда мы здесь можем заработать полноценно, и движение будет очень сильным, стремительным, потому что эфир-классик очень волатильный инструмент, да, если мы посмотрим на то, какие здесь образуются свечи, то они действительно гораздо больше, чем на других инструментах. Вот, поэтому ждем теста уровня 18.30, от него занимаем короткую позицию в случае поглощения. Медвежьей свечкой, огромной медвежьей свечкой желательно, да, для того, чтобы уже полноценно достовериться в том, что действительно тенденция сменилась. Если пробиваем уровень 18.30, тогда продолжаем наращивать покупки, целью будет 29.20. Следующий инструмент – это Zcash. Соответственно, здесь мы в ходе прошлого вебинара как раз подбирались к уровню 213 долларов за одну единицу. Мы видим то, что на данный момент цена его успешно преодолела, даже несмотря на то, что была некая консолидация вблизи данного уровня, но никаких сигналов на продажу здесь не последовало. Тем более мы видим то, что поглощение, которое было, которое было попыткой, наверное, даже поглощение, да, оно было сформировано не сразу, то есть была консолидация, видимо, подошли, закрыли позицию, дождались небольшой коррекции и купили. Сейчас мы видим то, что мы уже торгуемся выше уровнем 213 долларов за одну единицу, поэтому все, что остается сделать, это дождаться полноценного ретеста, то есть сегодня, скорее всего, мы день закроем положительным. Если завтра мы увидим хороший ретест уровнем 213-210, даже можем увидеть такую цену, может быть, ложный пробой сделают вниз. Тогда покупаем, и следующая цель у нас с вами будет 280 долларов за одну единицу, Zcash, здесь все очень просто, других, наверное, рекомендаций здесь выйдет сложно. Продавать пока на данном рынке я не вижу смысла, абсолютно, тем более мы пробили уровень сопротивления, и сейчас она может свободно устремиться к уровню 280 долларов за одну единицу. В прошлый раз мы выделяли диапазон, цена также проторговалась в нем, но видим то, что вчерашний день показал нам пробой уровня, сегодня мы уже торгуемся выше него, поэтому в ближайшие несколько торговых сессий ожидаем полноценный ретест, соответственно, и уже начинаем открывать длинные позиции. В случае, опять же, продолжения роста по биткоину, обязательно обращайте внимание на этот инструмент, потому что он является локомотивом для рынка, и если биткоин не растет, то и другие альткоины, они тоже не показывают восходящей динамики. Поэтому для него, на него точнее, на биткоина стоит ориентироваться. Вот, пози кэш, здесь единственная рекомендация покупать на ретесте уровня 213, цель 280, по крайней мере, я буду придерживаться именно такой EP на ближайшие торговые недели. Так, следующий инструмент – это манера. Здесь мы с вами видим то, что произошел пробой уровня, который также у нас еще раньше был нанесен на график. Это уровень 180 долларов за одну единицу. Ну и так же, как и весь рынок, манера у нас достаточно серьезно вырос. Вот, на данный момент, так, давайте уберем лишние уровни, да, которые нам сейчас мешают. На данный момент мы видим то, что манера также демонстрирует уверенный рост, и давайте мы попробуем выделить те уровни, куда этот рост может продовольствовать. Соответственно, здесь, конечно, купить вряд ли, наверное, кто успел, потому что вчерашний день для манера стал очень позитивным, да, и мы видим то, что сформировалась огромная свечка, которая была сформирована от того уровня в 180 как раз долларов за одну единицу, да, которую мы отмечали раньше, который был у нас достаточно сильной поддержкой. После ретеста цена практически моментально отработала диапазон до следующего уровня, уровень 220 долларов за одну единицу. Сейчас мы видим то, что цена пытается его пробить, пока текущий день еще не вершен, то есть пока, конечно, говорить о пробои этого уровня еще рано. Но стоит отметить то, что дальше на пути у манера слишком много уровней сопротивления, то есть цена может, скажем так, застрять в неком флете, как это было здесь, как это было вот здесь. То есть когда были проторговки, когда цена между уровнями ходила, да, цепляя и покупателей, и продавцов, но как бы какой-то динамики, да, положительной или там отрицательной было выделить очень сложно. Ну, опять же, ориентируемся на те уровни, которые у нас выставлены по сетке Фибоначо. Итак, первый уровень, следующий, точнее, уровень, в случае, если мы сегодня закрепляемся выше 220, это уровень 235, можно 240 даже выделить, я думаю, его ретест нам обязательно дадут. В случае, если мы пробиваем и закрепляемся выше этого уровня, то следующая цель у нас будет 260, после этого 290 и уже следом за этим 320. Вот, то есть вот такая сетка уровней нас ожидает, то есть торговля будет очень сложная. Здесь лучше всего, конечно, стараться пипсовать, то есть на долгосрок покупать пока, на мой взгляд, Монеро не стоит, потому что вот эта торговля между уровнями может затянуться. Вот, все то, что мы отметили в прошлый раз, успехом себя реализовало, то есть мы пробили уровень, сделали полноценный ретест, то есть дали выгодную цену для покупателей, и после этого цена буквально за несколько торговых дней отработала весь потенциал. Сейчас мы стремимся к уровню 235 долларов, то есть вот этот промежуточный уровень мы тоже преодолели, хотя вчера вот мы видим то, что мы закрылись все-таки ниже этого уровня. Что касаемо продаж, то вот как раз в этой области, да, можно готовиться к ним, но опять же после того, как мы продемонстрировали такой рост, конечно, это нужно делать небольшим объемом, вот, и стараться, конечно, в случае, если у нас будут пробиваться уровни сопротивления, я имею в виду, стараться как можно быстрее из позиции выходить. Вот, поэтому ближайший уровень, от которого, наверное, стоит задуматься о коротких позициях, это уровень 235, но опять же в случае поглощения мы должны этот уровень использовать для открытия коротких позиций, только в этом случае, если вы используете какие-то дополнительные инструменты технического анализа, да, наподобие, там, индикаторов или объемов, там, и так далее, тогда можно руководствоваться ими, на данный момент, пока мы увидим насходящую динамику, и она может с успехом продолжиться, как минимум, до уровня 235. Дальше будем смотреть, пробиваем, сделаем ретест, тогда уходим в 260, отсюда уже можно будет позицию как раз удерживать даже до уровня 208. Ну вот, но короткую позицию нужно открывать с очень большой аккуратностью и, соответственно, стараться делать это минимальным объемом. Дальше на очереди у нас Litecoin, который, в принципе, также мы видим, что реализовывает нашу торговую идею. Мы находились как раз в этой области примерно на прошлой неделе, когда записывали наш вебинар и говорили о том, что вместе с остальным рыбком Litecoin может пойти вверх и протестировать уровень 140 долларов за одну единицу, которую сейчас мы видим вот-вот уже цена подбирается к этому уровню, осталось там буквально 10 долларов до этого уровня расти. И уже здесь как раз может завязаться опять очередная борьба между покупателями и продавцами, потому что, опять же, есть определенная сетка уровней, между которыми цена может долго-долго находиться, как, например, это было здесь, как это было, например, здесь в марте месяце. Мы видим то, что была проторговка сначала между уровнем 180 и 157, затем мы от уровня 157 до уровня 137 мы тоже отъедет на время торговались. Только после пробоя и ретеста этого уровня мы полетели вниз. И, опять же, также вот этот диапазон очень вязкий. Мы видим то, что в январе мы тоже очень длительное время между ним находились, поэтому сейчас в случае, если мы пробиваем уровень 135, тогда диапазон 135 и 175 мы выделим для некой проторговки. Вот, между ними цена уже будет находиться, возможно, длительное время, опять же, в том случае, если биткоин начнет консолидироваться возле уровня 8500. Вот, поэтому по лайткоину здесь тоже лучше использовать вариант дейтрейдинга, то есть торговать от уровней внутри дня. Уровни мы сейчас отмечаем 135, 155 и 175. Плюс-минус 1-2 доллара к уровню прибавьте, потому что все-таки технический анализ – это не геометрия, это не такая точная наука. Вот, поэтому здесь можно брать небольшой запас между уровнями и от уровня поддержки стараться купить в случае пробоя, закрепления и ретеста покупать до следующего уровня. Я, по крайней мере, еще с прошлой недели держу длинную позицию. В том случае, если мы преодолеем уровень 135, соответственно, свои свои будут только наращивать. Но уже часть, возможно, закрою как раз на 135, потому что уровень сильный, и мы видим то, что реакция на этот уровень была в Уфоре неоднократна, поэтому можем даже от него и отскочить. Вот, короткую позицию нужно занимать только тогда, когда видим крупное поглощение для лайткоина, либо медвежью тенденцию на протяжении низких торговых дней. То есть видим то, что здесь было поглощение, и дальше после этого поглощения мы уверенно начали падать. Либо, опять же, две. Вот, опять же, здесь мы видим поглощение, после поглощения мы видим то, что было снижение. То есть примерно такой же сигнал нам нужно поймать для того, чтобы начать открывать короткие позиции. Опять же, это можно делать небольшим объемом, потому что если основной локомотив рынка будет подрастать, а лайткоин будет снижаться, то рано или поздно лайткоин может все-таки за остальным рынком подтягиваться. Поэтому нужно будет успевать вовремя выходить с позиции и стараться убытки фиксировать хотя бы по минимуму. Вот, поэтому по лайткоину короткая позиция может быть от уровня 135. В случае, если мы пробиваем, закрепляемся выше данного уровня, следующая отметка 155 и 175. Дашкоин, здесь у нас мы вышли наконец-таки из диапазона 250-360, и, соответственно, сейчас мы сегодня, вчера, прошу прощения, точнее, мы пробили уровень 360 долларов за одну единицу, который являлся очень сильным сопротивлением. Мы видим, даже была попытка отскочить уровень, которая не уменьшалась успехом, и вчера мы уверенно пробили этот уровень, поэтому сейчас мы ждем ретест обязательно, ждем выгодную цену, потому что покупать с текущих, наверное, не самое выгодное занятие. Стараемся на ретесте поймать выгодную цену, следующим уровнем сопротивления будет отметка 510 долларов за одну единицу за школьную. Здесь, так же, как и по ZipRash, рекомендация однозначная, здесь пока других тенденций выделить сложно. Продавать сейчас, на мой взгляд, данный инструмент абсолютно всмысленно, тем более после пробития уровня 360, который неоднократно выступал, как поддержкой, так и сопротивлением для цены. Я думаю, что в случае ретеста мы все-таки начнем расти, и наш рост будет до уровня 511. Но не забывайте смотреть за биткоином. Здесь, я думаю, ситуация также будет зависеть от того, как будет вести себя основная криптовалюта. Но в приоритете держим с вами покупки, короткие позиции, если стоит открыть, но не раньше уровня 511. То есть раньше этого уровня 510-511 продавать, я думаю, совершенно не стоит, с текущих, тем более этого делать не совсем оправданно, на мой взгляд. Ripple. После пробоя уровня 55 центов, который у нас был ранее еще отмечен, мы увидим то, что цена без, к сожалению, без ретеста полноценного этого уровня устремилась вверх к нашему сопротивлению, которое мы отмечали в ходе еще прошлого вебинара, 80 центов за одну единицу. Я думаю, что ретест этого уровня будет успешно произведен. Единственное, что меня смущает, это близость скользящей средней, с периодом 100. Можем, в принципе, притормозить, как раз ударив в мувинг, и, соответственно, если другие монетки начнут у нас падать, то и Ripple может от этого уровня тоже продемонстрировать нисходящую динамику. Это отметка примерно 75 центов за одну единицу. Ну, здесь разница буквально небольшая между сопротивлением и мувинг-эверидж, поэтому пока те, кто купили, спешу вас поздравить с успешной позицией, ее можно пока удерживать до уровня 80. Я думаю, что цена в любом случае в ближайшее время дойдет. Дальше мы будем, опять же, в диапазоне. Диапазон этот будет от уровня 80 до уровня 1.16. Здесь как раз будет достижная борьба между покупателями и продавцами. Мы видели, это было еще и в прошлом году, это было и в этом году. В промежутке с февраля по середину марта после того, как мы закрепились ниже уровня 80, мы уже начали сильно снижаться. Сейчас мы приближаемся вновь к этому уровню, поэтому он будет для нас определяющим. Либо мы занимаем короткие позиции от уровня 80 центов, естественно, увидев на графике полноценное поглощение, как это было, например, в этом случае. Либо же в этом случае можно также обратить внимание. Тогда мы уже начинаем занимать короткие позиции. Если мы пробиваем и закрепляемся выше данного уровня, то на ретесте покупаем. Ближайшая цель будет 1.03, следующая цель 1.16. Здесь все достаточно просто. Биткоин кэш. На наших глазах сейчас мы видим то, что цена биткоин кэш пробивает, старается, по крайней мере, пробить уровень в 930 долларов за одну единицу. Этот уровень мы отметили еще в ходе прошлого вебинара. Он сейчас до сих пор имеет свою актуальность. Пока цена не закрепилась выше этого уровня, это очень важно, потому что сегодняшний день еще не закрыт, поэтому обращаем внимание только на дневные свечи. Соответственно, пока цена находится ниже данного уровня, точнее выше данного уровня, но это еще пока не является фактором на самом деле. То есть пока торговаться мы можем там долго, но к концу дня мы можем вновь зайти за этот уровень и пока застрять в этом ходе 608.930. В случае, если мы сегодня пробьем и закрепимся выше, то есть если сегодняшняя свечка закроется выше уровня в 930, тогда, скорее всего, завтрашний день нас также ожидает больше положительным, наверное, чем отрицательным. И после ретеста уровня в 930 мы уже готовимся к покупкам, к длительным покупкам до уровня в 1500 за одну единицу. Если все-таки мы уйдем в консолидацию возле этого уровня, и так случится, что у нас сформируется пин-бар, либо поглощение, либо несколько торговых дней у нас будут медвежьими, тогда мы их продаем до уровня 608, который как раз у нас съехался. Ну, практически даже не 608, а 600 уровень. Давайте округлим. В принципе, разница в 1-2 доллара, она несущественная. 600 долларов за 1 биткоин кэш – это цель для продавцов. В том случае, если нам не удастся полностью преодолеть уровень 930, и мы уйдем во флэт, либо сформируем поглощение. Для покупателей основным сценарием должен быть именно пробой уровня 930, ретест, и тогда уже после этого целимся в уровень полторы тысячи за одну единицу. Вот, здесь пока все так же неопределенно, то есть так же, как и, наверное, по биткоину, и по эфиру. Но по эфиру я нахожусь в позиции, по биткоину пока покупок не держу, то есть у меня пока позиции по этому инструменту нет, буду смотреть за уровнем 8,5, и от него уже буду исходить. По биткоин кэш также вот как раз 930 нужно обратить внимание на этот уровень, очень значимый, очень сильный, потому что неоднократно цена его тестировала, неоднократно он выступал как поддержкой, так и сопротивлением. Мы видим сейчас, что она его активно пробивает, но пока еще день не закрыт, поэтому пока говорить о покупке, на мой взгляд, рано. Вот, даже если мы его пробьем, то все-таки было бы здорово увидеть следующий день, то есть следующую торговую сессию, также вычей, то есть чтобы закрылась именно, в данном случае, белая свеча, да, указав нам на возможное продолжение тенденции. И после ретеста мы стараемся покупать, цель полторы тысячи, здесь все достаточно просто. Итак, на этом я предлагаю завершить нашу техническую часть вебинара. Также напоминаю вам о том, что большое количество торговых идей по различным криптоинструментам вы можете найти в нашем чате в Telegram, в нашем канале, в мессенджере Telegram, который с успехом функционирует, и, соответственно, там вы можете получать основные на техническом анализе торговые на каждый день. Вот, поэтому всем рекомендую обязательно присоединиться и, соответственно, стать клиентом компании Amarkets также для того, чтобы получить бесплатную книгу, которую написали наши трейдеры и аналитики по торговле криптовалютами. Там они собрали огромное количество полезной информации, которая будет вам очень хорошим помощником в успешной торговле на рынке криптовалют. Ее получить вы можете, зарегистрировав личный кабинет на сайте компании Amarkets, связавшись со своим персональным менеджером, он как раз расскажет вам о том, как эту книгу вам получить. Вот, в принципе, что касаемо вопросов, давайте посмотрим, какие вопросы у вас появились. Итак, что касаемо изображения, давайте мы уточним. Если, насколько я помню, перед тем, как начать обсуждение уже техническим аспектов криптовалюты, мы убедились в том, что демонстрация экрана была, поэтому, скорее всего, у всех должны были видеть то, что я показывал на графике. Будет ли разворот вниз до 6 тысяч по биткоину? Пока, опять же, это спорный вопрос, и решится он тогда, когда мы увидим реакцию на уровень 8,5. На данный момент это действительно определяющий уровень, либо мы от него стартуем вниз, и стартуем уже, наверное, с конкретной целью обновить минимумы, да, и, возможно, даже до 5 тысяч долларов может цена упасть. Но пока на рынке негативные новости сошли на нет, ушли в сторону, сейчас пока преобладает позитив, ну или, по крайней мере, негатива не так много, как было раньше. Вот, поэтому на данный момент все-таки пока будем ждать того, что цена может преодолеть 8,5 вверх и до 9,5 будем покупать. Если этого не случится, тогда продаем, то есть пограничная, скажем так, зона, вот этот уровень 8,5, просто следуем, просто смотрим за реакцией, да, ничего лишнего не предпринимаем, никаких, скажем так, действий заранее не должно быть, то есть строгая торговля от уровней мы видим с вами и уже на протяжении нескольких вебинаров, да, даже не нескольких, а практически всех вебинаров, что те уровни, которые мы отмечаем на графиках, они очень здорово себя отрабатывают, и причем цена не просто от них отталкивается, она еще и дает возможность хорошо зайти в рынок, поэтому нужно просто этому следовать и вовремя успевать входить в сделки. От 8,5 может пойти, то есть исключать этого варианта не стоит, нужно просто действовать, исходя из того, как будет вести себя рынок. Если сформируется поглощение, если, по крайней мере, там несколько дней мы увидим какое-то недвижнее настроение на рынке, плюс негативный фон с точки зрения фундамента, тогда мы можем и сходить обратно к 6,5. Пока все складывается благоприятно, поэтому ждем тест уровня в 80,5. Уровни Fibonacci на Bitcoin Cash, на данный момент они также были на графике, вы можете себе сделать скриншот и, соответственно, ими руководствоваться. Что касаемо построения уровней, строятся они исключительно на истории, то есть нужно отслеживать те пики, те моменты, где была крупная проторговка. Но, опять же, важно, я использую, допустим, технику построения уровней по ценам закрытия. Да, некоторые трейдеры строят уровни по максимуму и минимуму. То есть это у каждого трейдера тактика, у меня она больше завязана именно на построении уровней цен закрытия. Потому что в течение дня могут быть ложные пробои, различный, да, там, захват ликвидности и так далее. Поэтому я строил уровни исключительно по истории, я смотрю, где больше всего цена останавливалась, либо корректировалась, от каких ценовых значений. И там уже и наношу уровень на график, периодически их сдвигая, да, там, корректирую, потому что уровни регулярно нужно обновлять. И я к каждому вебинару, естественно, стараюсь корректировать уровни, стараюсь немного более точными их сделать, для того, чтобы мы могли не промахнуться, да, и вовремя войти в позицию. Что касаемо объемов, на данный момент нужно понимать. Я, с одной стороны, иногда смотрю за объемами, да, с другой стороны, там огромное количество ловушек на данный момент создается для трейдеров, то есть специально делают такие крупные вливания объема для того, чтобы, скажем так, продемонстрировать трейдерам, да, то, что крупный покупатель зашел на рынок, но в дальнейшем свою же заявку они могут поглотить успехом, да, и в некоторых случаях, то есть, допустим, на официальных биржах такие действия, они являются машиническими, поэтому, как бы, так как рынок криптовалют, он не регулируется, здесь с объемами можно играться как угодно и обхитрить обычного трейдера, да, который только-только начинает торговать на рынке криптовалюты, который старается использовать объемы очень-очень легко, поэтому объемы нужно смотреть, но все-таки технический анализ, он тоже очень продуктивный, поэтому я ориентируюсь вот именно на уровне, и вы видите то, что уже на протяжении многих вебинаров наша торговля, она очень успешна, и большинство тех идей, которые мы озвучиваем, они реализуются. Так же, как и реализуются те идеи, которые вы можете видеть в мессенджере Telegram, в нашем канале, да, где мы регулярно их выкладываем, и там торговые идеи публикуются несколько раз в день, плюс ко всему вы получаете основные сводки новостей по рынку криптовалюты, также у вас есть возможность пообщаться с трейдерами, которые являются уже участниками данного чата, да, данной группы, и обсудить с ними актуальные вопросы, задать вопросы нашим трейдерам и аналитикам на тему криптовалюты. Биткоин кэш уже 980, это здорово, но основной уровень для него 930. Если цена сегодня закроется выше уровня 930, и в течение ближайших торговых сессий мы получим его ретест, тогда покупаем, цель у нас полторы тысячи. Полагаться ни на какую, наверное, криптовалюту не стоит, нужно торговать с текущей ситуацией, которая там складывается. То есть, если вы хотите приобрести криптовалюту с точки зрения среднесрока, да, то есть купить и держать, то, на мой взгляд, в условиях текущего рынка это делать не очень выгодно, потому что существует вероятность как снижения, так и дальнейшего роста, поэтому пока какой-то глобальной тенденции говорить не сложно. Что касаемо того, какие идеи мы отметили на ближайшую торговую идею, рекомендую обратить внимание на эфир, который вот сейчас, соответственно, очень сильно растет, и в отличие от биткоина, который растет умеренными темпами, так как эфир в прошлый раз падал сильнее, в этот раз он восстанавливается сильнее, поэтому если хочется заработать быстрее, тогда, я думаю, эфир будет очень хорошим инструментом для торговли. Итак, да, кстати, записи, вы можете, наших вебинаров, вы можете смотреть на канале в YouTube, Markets, соответственно, ссылка также есть в чате, поэтому обязательно заходите. Если у вас остались какие-то вопросы, да, там вы можете писать под видео, наши специалисты всегда на них ответят, но и обязательно задавайте их в нашем канале в Telegram. NEM, я о такой криптовалюте не слышал, про нее как бы с ней не работаю сам, поэтому график ее сейчас сложно мне будет описать или наметить какие-то уровни. Если у вас какие-то есть вопросы, которые касаются отдельно какой-то криптовалюты, которую мы не обсуждаем в ходе онлайн-вебинаров, в таком случае рекомендую вам как раз задать эти вопросы нам в Telegram-канале, то есть там это будет более продуктивнее, там вы получите развернутый ответ, и мы можем в отдельном каком-то варианте рассмотреть, соответственно, данную криптовалюту, если она вас так сильно интересует. Так, вот еще один вопрос, давайте посмотрим. Так, ну вот что касаемо вопроса, который задал Рафа, если я правильно поставил ударение, хотел спросить, когда валюта торгуется к биткоину. Ну, кроссы мы не рассматриваем, потому что там сейчас немного другая тенденция. Мы рассматриваем основные, скажем так, пары на рынке криптовалют, и, соответственно, в данном случае уже, ну, как бы, тут немного проще просто определить тенденцию на самом деле, и в торговле всегда лучше исходить из принципа, чем проще, да, тем лучше. Вот, поэтому на данный момент на этот вопрос вы также можете получить ответ в нашем Telegram-канале. Какие самые эффективные инструменты в трейтинге криптовалюты? Если вы торгуете технический анализ, да, если это, как бы, основной инструмент для принятия вами торговых решений, тогда это уровни поддержки сопротивления, это, безусловно, наверное, одно из первых, что вы должны, наверное, наносить на график, потому что без них торговать, я думаю, не имеет никакого смысла. Вот, а также можно применять те торговые инструменты, да, те инструменты, точнее, которые работают на любом рынке. Это линии коррекции Fibonacci, да, так как золотое сечение, оно существует практически везде, поэтому Fibonacci себя очень здорово отрабатывает на абсолютно любых графиках любых финансовых инструментов. Криптовалюта не является исключением, и вы, наверное, неоднократно видели, что у меня на графиках линии коррекции Fibonacci присутствуют, и цена в эти уровни постоянно ударяет, и они в какие-то моменты являются в поддержке, в какие-то моменты являются в сопротивлении. Более того, вам облегчит построение уровней в самостоятельном режиме, то есть вы можете просто сетку растянуть по графику, и она вам уже автоматически нарисует те уровни, на которые стоит обратить внимание. Смотря как вы их используете, эти линии коррекции Fibonacci, то есть есть разные методики торговли по линиям, вам лучше, ну, вы можете ознакомиться с ними в интернете, они абсолютно подходят для торговли на любом рынке, поэтому в зависимости от того, как вы с ними работаете, с ними также можно работать на рынке криптовалют. То есть по ним можно определить дальнейшие цели для роста либо снижения, да, они также могут выступать в определенные моменты уровнями поддержки, либо сопротивления, либо по ним нужно определять уровень коррекции, как мы сегодня сделали по эфиру. Вот, поэтому применяйте, пользуйтесь очень продуктивно, и как раз на этих уровнях и скапливаются основные объемы, поэтому здесь, ну, как бы, объемы не всегда, ну, точнее, не то чтобы не всегда, на них нужно смотреть, но не всегда нужно, наверное, ими руководствоваться, поэтому можно, например, торговать и с помощью простых и очень полезных торговых инструментов. Итак, на этом предлагаю закончить наше мероприятие. По всем остальным вопросам, да, если они у вас появились, еще будут появляться в процессе, да, обязательно обращайтесь в наш канал в Телеграм, там используется огромное количество торговых инструментов для анализа, как раз на эту тему вы там также можете пообщаться. Вот, поэтому всех благодарю за внимание, всем желаю успехов в торговле, не забывайте подписываться на наш канал в Телеграме, всем желаю хорошего вечера и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok